Екатерина Ромеро, заложница авторитета. Читает Анна Провидения. Аннотация. Я сделала единственную в своей жизни ошибку, за которую стала собственностью жестокого и беспощадного криминального авторитета. Он придет за мной и отрабатывает свой долг мне придется в его постели. Нет, пожалуйста, я жизнь хочу жить. Ты сделала свой выбор. Днями будешь в клубе пахать, а ночами в моей постели. А это, чтоб урок запомнила, и ни один мужик больше не повелся на твое смазливое лицо. Громко вскрикиваю, когда щека обжигает острое жгучее пламя от соприкосновения с лезвием. Кажется, нож разрезал ее полностью, от виска до подбородка. Предупреждение. История нелайтовая. Екатерина Ромеро. Заложница авторитета. Я тебя сломаю. Глава первая. Сильный, напористый стук в дверь посреди ночи заставляет меня вскочить на кровати. За день работы официанткой я так вымоталась, что сейчас едва волочу ноги, бредя по полутемному коридору, по пути растирая глаза руками. На мне простая домашняя ночнушка на тонких бретелях с небольшим вырезом. Я ступаю босиком по холодному полу старенькой съемной квартиры и уже проклинаю того, кто посмел нарушить мой сон. Здравый рассудок заставляет меня подняться на цыпочки и взглянуть в глазок, прежде чем открыть дверь. Но по ту сторону такая темнота, что проще разглядеть черную кошку на смоленой стене. Прислушиваюсь к малейшим звукам. Совсем близко из-за двери доносятся тихие, но басистые голоса, явно мужские. Затихаю. Сделаю вид, что меня тут просто нет. Нервно перебираю пальцами крайночной сорочки, сердце набирает темп. Ну, пожалуйста, уходите уже. Прикрываю рот рукой в немом крики, когда в дверь наконец перестают стучать, но на смену этому мой замок сам тихо поворачивается дважды, издавая характерный щелчок. Отмычка. Замок их не остановил. Тени медленно заходят в мою квартиру. Кажется, их четверо. Огромные страшные амбалы проникают в это жилище, как к себе домой. Их взгляды зажигаются, когда в темноте они быстро обнаруживают меня, прижимающуюся к стене. Резко включается свет, отчего я вынуждена жмурюсь, еще больше стараюсь прикрыться. Мне страшно, а еще дико некомфортно находиться перед ними полуголой. О, а вот и наша голубка! Первый мужчина подмигивает мне и грязно облизывается, глядя на мою ночнушку. Громко сглатываю. Такой компании я точно не ждала. Быстро окидываю их взглядом. Высокие, крепкие мужики явно бандитской наружности. В их лицах я не встречаю ничего, кроме ненависти. В мой адрес. Кто вы? Мужчины отвечают только смешками, продолжая надвигаться на меня, отчего я невольно пячусь назад. В какой-то момент они расступаются, пропуская его. Высоченного, крупного мужчину в черном пальто. Его лицо, как у хищника, мертвенно спокойное и злое, готовое убить одним только взглядом черных глаз. Он смотрит на меня так, словно я сделала ему что-то самое плохое, что только придумать можно. Вот только вижу я его точно впервые в жизни. Ну, привет, кукла. Вот ты какая оказывается. Мы за тобой. Мужчина быстро подходит ко мне вплотную, прижимая к стене. Невольно отмечаю, что я совсем малышка перед ним, едва достаю ему до груди. Мне страшно смотреть ему в глаза, поэтому я невольно отворачиваю голову. Кажется, он меня сожрет живьем прямо сейчас. Пошли побеседуем. Тихий, двери закрой. Вскрикиваю, когда главарь больно хватает меня за предплечье и ведет в комнату. Его один шаг равен моим трем, поэтому я вынуждена практически бежать, пока он тащит меня в спальню. Пытаюсь вырвать руку из жестокого захвата, но это все равно, что с танком бороться. В голове на батом стучит страх и пульсирует адреналин. Судорожно ищу, чем можно защититься, но кроме чайника на кухне ничего на ум не приходит. Пустите. Мне больно. Молчать. Я даю тебе только один шанс рассказать, где мой брат и зачем ты сдала остальных. Тварь. Пытаюсь лихорадочно переварить сказанное. Брат, брат. Какой брат? Осознание на батом бьет по голове. Боже, это все же случилось. Он нашел меня. Мой кошмар. Он стал явью. Я ничего не знаю, правда. Отпустите меня. Не смей врать, сука. Я четверых парней сам закопал по твоей милости за последний месяц, а Арсена так и не нашли до сих пор. Говори, шалава. Иначе я за себя не ручаюсь. Его рука сжимается все сильнее, и кажется, я сейчас свалюсь от боли прямо тут, позорно распластавшись на полу. Пожалуйста, я не виновата ни в чем. Я не знаю, где Арсен. Я не хотела, не хотела. Ай, вы делаете мне больно. Открываю рот в немом крики, когда мужчина, удерживая обе мои руки своей одной огромной лапой, вынимает нож из кармана. Он что-то нажимает, после чего появляется острое лезвие из рукояти. Оно ярко блестит на свету, красиво отдавая бликами. Я понимаю, этот зверь не шутит. Он готов на все. Головорез медленно проводит ножом по моему плечу, опускаясь к ключице и груди. Острое лезвие внезапно поддевает тонкую петельку ночнушки, перерезая ее. Холмик моей высокой груди оголяется перед ним, и я резко дергаюсь, чтобы прикрыться. Но мне никто не дает этого сделать. Ловлю стальной взгляд черных глаз мужчины. Они пылают огнем ненависти ко мне, а еще жадно сканируют мое тело. Не могу понять, нравится ли ему то, что он видит. Кажется, он готов меня растерзать прямо тут. Ни капли жалости или сострадания в нем нет. Для него я не человек, а лишь мошка, которую он запросто может раздавить ногой. Низкий, ни с чем не сравнимый голос басит прямо передо мной, а я стараюсь не отключиться от этого кошмара. Я даю тебе уникальное право выбора. Сдохнуть по-тихому сейчас или до конца своих дней отрабатывать мне. Собственностью моей будешь. Без права голоса, выбора и желания. Молчу. Дрожь не дает проронить ни слова. Дыхание спирает, и я пытаюсь понять суть сказанного. Все словно заторможено, не настоящее и другое. В конце концов, такого просто не может быть. Правильный выбор. Мучиться не придется. Лезвие ножа больно упирается в мой правый бок, и я вскрикиваю от страха. Осознание всей серьезности ситуации наконец доходит до меня. Слезы застилают глаза, меня всю трясет от разгорающейся истерики. Нет, пожалуйста. Я жить хочу. Жить! Ты сделала свой выбор. Днями будешь в клубе пахать, а ночами в моей постели. А это, чтобы урок запомнила, и ни один мужик больше не повелся на твое смазливое лицо. Громко вскрикиваю, когда щеку обжигает острое, жгучее пламя от соприкосновения с лезвием. Кажется, нож разрезал ее полностью, от виска до подбородка. Меня отклоняет назад, колени сами подгибаются, и я падаю. Лихорадочно прикладываю руку к ране и с дрожью ее отдергиваю, смотря на свои пальцы. Кровь! Как же много крови! Алая жидкость переливается на пальцах. Мне страшно, а еще больно. Очень. Начинаю всхлипывать, и не могу остановиться. Плачу в голос, меня всю трясет от ужаса предстоящей расплаты. Собственность! Он считает меня своей собственностью. Руслан, что делать с ней? Пакуйте. Мужчина разворачивается и уходит, а мне на голову надевают мешок и быстро уносят из квартиры. Кажется, я в состоянии шока, поскольку даже не сопротивляюсь. Силы внезапно покидают меня, и я могу думать только об одном. Этот зверь с черными глазами забрал меня себе. Субтитры сделал DimaTorzok